Добрый день, дорогие студенты! Сегодняшняя наша тема – алгоритмы шифрования DES и R&S. Одной из наиболее известных криптографических систем с закрытым ключом является DES Data Encryption Standard. Эта система первой получила статус государственного стандарта в области шифрования данных. И хотя старый американский стандарт DES в настоящее время утратил свой официальный статус, этот алгоритм все же заслуживает внимания при изучении криптографии. Кроме того, в этой лекции объясняется, что такое двухкратный DES, атака встречи посередине и способы ее устранения. В этой же лекции кратко рассматривается новый стандарт США на блочный шифр алгоритм Regenville. Цель лекции – ознакомить студентов с основными сведениями об алгоритме шифрования DES. Литература Басалова ГВ, основа криптографии Тулы, издательство Тульского государственного университета 2009 года, и другие авторы криптографии официального руководства RSA Security Бином 2007 года, Вова Ященко, введение в криптографию 2000 года, Зубов Аю, криптографический метод защиты информации, совершенные шифры, Коблиц Н, курс теории чисел и криптографии, научные издательства 2001 года, Лапонина ОПА, основа сетевой безопасности, криптографические алгоритмы и протокол взаимодействия интернет-технологии 2005 года, Ливин, криптография без секретов, руководство пользователя, новый издательский дом 2005 года. Основные сведения. Одно из наиболее известных криптографических систем с закрытым ключом является DES, Data Encryption Standard. Эта система первой получила статус государственного стандарта в области шифрования данных. Она разработана специалистами фирмы IBM и вступила в действие в США в 1977 году. Алгоритм DES широко использовался при хранении и передаче данных между различными вычислительными системами, в поточных системах, в электронных системах, чертежей и при электронном обмене коммерческой информации. Стандарт DES реализовался как программно, так и аппаратно. Предприятиями разных стран был наложен массовый выпуск цифровых устройств, использующих DES для шифрования данных. Все устройства проходили обязательную сертификацию на соответствие стандарту. Несмотря на то, что уже некоторое время эта система не имеет статуса государственного стандарта, она по-прежнему широко применяется и заслуживает внимания при изучении бручных шифров с закрытым ключом. Длина ключа в алгоритме DES составляет 56 битов. Именно с этим фактом связана основная полемика относительно способности DES противостоять различным атакам. Как известно, любой блочный шифр с закрытым ключом можно сломать, перебрав все возможные комбинации ключей. При длине ключа 56 битов возможны 256 различных ключей. Если компьютер перебирает за одну секунду миллион ключей, что примерно равна 220, то на перебор всех 250 ключей потребуется 236 секунд или чуть более 2000 лет, что, конечно, является неприемлемым для злоумышленников. Однако возможно более дорогие быстро вычислительные системы, чем персональный компьютер. Например, если иметь возможность объединить для проведения параллельных вычислений миллион процессоров, то максимальное время подбора ключа сокращается примерно до 18 часов. Это время не слишком велико, и криптоаналитик, оснащенный подобной дорогой техникой, вполне может выполнить вскрытие данных, зашифрованных DES за приемлемое для себя время. Вместе с этим можно отметить, что систему DES вполне можно использовать в небольших и средних приложениях для шифрования данных, имеющих небольшую ценность. Для шифрования данных государственной важности или имеющих значительную коммерческую стоимость Система DES в настоящее время, конечно, не должна использоваться. В 2001 году, после специально объявленного конкурса в США, был принят новый стандарт на плачный шифр, названный IES Advanced Encryption Standard, в основу которого был положен шифр Rindale, разработанный бельгийскими специалистами. Этот шифр рассматривается в конце лекции. Основные параметры DES – размер блока 64 бит, длина ключа 56 бит, количество раундов 16. DES является классической сетью фейштеля с двумя ветвями. Алгоритм преобразует за несколько раундов 64 битный входной блок данных в 64 битный входной блок. Стандарт DES построен на комбинированном использовании перестановки замены и гомировании. Шифруемые данные должны быть представлены в двоичном виде. Шифрование. Общая структура DES представлена на рисунке 1. Процесс шифрования каждого 64 битного блока исходных данных можно разделить на три этапа. Начальная подготовка блока данных, 16 раундов основного цикла, конечная обработка блока данных. На первом этапе выполняется начальная перестановка 64 битного исходного блока текста, во время которой биты определенным образом переупорядочиваются. На следующем основном этапе блок делится на две части ветви по 32 бита. Каждая правая ветвь преобразуется с использованием некоторой функции F и соответствующего частичного ключа, получаемого из основного ключа шифрования по специальному алгоритму преобразования ключей. Затем производится обмен данными между левой и правой ветвями блока. Это проявляется в цикле 16 раз. Наконец, на третьем этапе появляется перестановка результата, полученного после 16 шагов основного цикла. Это перестановка обратно начальной перестановки. Рассмотрим более подробно все этапы криптографического преобразования по стандарту DEST. На первом этапе 64-разрядный блок исходных данных подвергался начальной перестановке. В литературе эта операция иногда называется «забиливание». При начальной перестановке биты блока данных определенным образом переупорядочиваются. Эта операция придает некоторую хаотичность исходному сообщению, снижая возможность использования криптоанализа статистическими методами. Одновременно с начальной перестановкой блока данных выполняется начальная перестановка 56 бит-ключа. Из рисунка 1 видно, что в каждом из раундов используется соответствующий 48-битный частичный ключ КАИТ. Ключи КАИТ получаются по определенному алгоритму, используя каждый из битов начального ключа по несколькому раз. В каждом раунде 56-битный ключ делится на 2 28-битовые половинки. Затем половинки сдвигаются влево на 1 или 2 бита в зависимости от номера раунда. После сдвига определенным образом выбирается 48 из 56 битов, так как при этом не только выбирается под множество битов, но и изменяется их порядок. То эта операция называется перестановка со сжатием. Ее результатом является набор из 48 битов. В среднем каждый бит исходного 56-битного ключа используется в 14 или 16 подключей, хотя не все биты используются одинаковое количество раз. Далее выполняется основной цикл преобразования, организованный по сети фейштеля и состоящий из 16 одинаковых раундов. При этом в каждом раунде получается промежуточное 64-битное значение, которое затем обрабатывается в следующем раунде. Левая и правая ветви каждого промежуточного значения обрабатываются как отдельные 32-битные значения, обозначенные L и R. В начале правая часть блока R и R расширяется до 48 битов, используя таблицу, которая определяет перестановку плюс расширения на 16 битов. Эта операция приводит размер правой половины в соответствии с размером ключа для выполнения операции XOR. Кроме того, за счет выполнения этой операции быстрее возрастает зависимость всех битов результата от битов исходных данных и ключа. Это называется лавинным эффектом. Чем сильнее проявляется лавинный эффект при использовании того или иного алгоритма шифрования, тем лучше. После выполнения перестановки с расширением для полученного 48-битного значения выполняется операция XOR с 48-битным подключом к IT. Затем полученное 48-битное значение подается на вход блока подстановки S от английского substation, подстановка, результатом которой является 32-битное значение. Подстановка выполняется в 8 блоках подстановки или в 8 S-блоках Xboxes. При выполнении этой операции 48-битов данных делится на 8-6-битовых подблоках, каждый из которых по всей таблице замен заменяется 4-мя битами. Подстановка с помощью S-блоков является одним из важнейших этапов DES. Таблица замен для этой операции специально спроектирована специалистами так, чтобы обеспечивать максимальную безопасность. В результате выполнения этого этапа получается 8-6-битовых блоков, которые вновь объединяются в единое 32-битовое значение. Далее полученное 32-битовое значение обрабатывается с помощью перестановки P от английской permutation, которая не зависит от используемого ключа. Целью перестановки является максимальное переупорядочивание битов, такое, чтобы в следующем раунде шифрования каждый бит с большей вероятностью обрабатывался другим S-блоком. И, наконец, результат перестановки объединяется с помощью операции XSOR с левой половиной первоначального 64-битового блока данных. Затем левая и правая половины меняются местами и начинается следующий раунд. После 16 раундов шифрования выполняется конечная перестановка результата. Это перестановка инверсна, обратно начальной перестановки. После выполнения всех указанных шагов блок данных считается полностью зашифрованным. И можно переходить к шифрованию следующего блока исходного сообщения. Если вы внимательно прочитали описание тест, то убедились, что разработчики приложили все силы для того, чтобы сделать процесс вскрытия шифрованных сообщений как можно более трудным. Даже простое описание тест на бумаге выглядит достаточно сложным, чтобы уж говорить про его программную реализацию. Разработать правильную и оптимально функционирующую программу полностью в соответствии с тест, наверное, под силу только опытного программиста. Некоторые трудности возникают при программной реализации, например, начальной перестановке или перестановке с расширением. Эти сложности связаны с тем, что первоначально планировалось реализовывать тест только аппаратное. Все используемые в стандарте операции легко выполняются аппаратными блоками и никаких трудностей в реализации не возникает. Однако через некоторое время после публикации стандарта разработчики программного обеспечения решили не стоять в стороне и тоже взяться за создание систем шифрования. В дальнейшем ДЭС реализовывался и аппаратно, и программно расшифрование. Как известно, криптографическая система должна позволять не только зашифровывать, но и расшифровывать сообщения. Можно было бы ожидать, что процесс расшифрования по ДЭС сильно запутан. Однако разработчики так подобрали различные компоненты стандарта, чтобы для зашифрования и расшифрования использовался один и тот же алгоритм. При расшифровании на вход алгоритма подается зашифрованный текст. Единственное отличие состоит в обратном порядке. Использование частичных ключей КАБИТа. КА-16 используется на первом раунде, КА-1 на последнем раунде. После последнего раунда процесса расшифрования две половины выхода меняются местами, так, чтобы вход заключительной перестановки был поставлен из R-16 и L-16. Выходом этой стадии является зашифрованный текст. Двукратный ДЭС и атака встречи посередине. В настоящее время основным недостатком ДЭС считается маленькая длина ключа. Простейшим способом усложнения процесса криптоанализа является использование двукратного шифрования с помощью одного и того же алгоритма с разными ключами. Если М сообщение КА-1 и КА-2 ключ, Ф – процесс шифрования по ДЭС и Е – зашифрованное сообщение, то можно записать. То есть сначала блок шифруется одним ключом, затем получившийся шифротекст шифруется вторым ключом. Расшифрование проводится в обратном порядке. Ф степени минус 1 на расшифрование по ДЭС. Как вы видите ниже формулы. В этом случае длина ключа равна 56 умноженной на 2, равна 112 бит. Поэтому для обнаружения двойного ключа, которым зашифрован блок, потребуется в общем случае 2 в степени 112. Исследовав эту проблему, американские ученые Меркл и Хеллман придумали способ проведения атаки по открытому тексту, который требует проведения не в 2 степени 112 попыток, а в 2 степени 57. Меркл и Хеллман предложили эту схему против ДЭС, но можно сделать обобщение на все булочные алгоритмы. Этот вариант атаки называется атака-встреча посередине. Он основан на следующем свойстве алгоритма. Мы имеем формулу ниже, где М – сообщение К1, К2 – ключ, Ф – процесс шифрования по ДЭС и Е – зашифрованное сообщение. Тогда Х равна Ф от М К1 равна Ф в степени минус 1 ЕФ2. Атака состоит в следующем. Требуется, чтобы атакующий знал несколько пар незашифрованный текст, соответствующий ему зашифрованный текст М и Е. В этом случае в начале шифруется М для всех возможных 2 в степени 56 значений К1. Этот результат запоминается в памяти ЭВМ. Запомненные данные упорядочиваются по значению Х. Следующий шаг состоит в дешифровании Е с применением всех возможных 2 в 56 степени значений К2. Для каждого выполненного дешифрования ищется равное ему значение в первой таблице. Если такое значение найдено, то считается, что эти ключи могут быть правильными, и они проверяются для следующей известной пары. Незашифрованный текст Максимальное количество попыток шифрования, которые, возможно, придется предпринять равное 2 умноженное 2 степени Н или 2 Н плюс 1, где Н длина ключа в каждом из этапов шифрования. Для тест Н равное 56 название встреча посередине дано атаке по той причине, что с одной стороны выполняется шифрование, а с другой расшифрование, и полученные посередине результаты срываются. Для проведения атаки встреча посередине нужен большой объем памяти 2 в степени Н блоков, где Н длина ключа. Для теста, в котором используется 56-битовый ключ, потребуется 2 в 56 степени 64 разрядных блоков памяти. Это составляет 2 в степени 62 байта или 2 в степени 22 терабайт. Такой объем памяти достаточно трудно пока еще себе представить. Кроме того, для проведения операции поиска в таком огромном массиве потребуется соответствующее время. Несмотря на это, двойное шифрование ДЭС практически никогда не использовалось. Трехкратный ДЭС. В целях противодействия атаки встречи посередине было предложено использовать тройное шифрование с двумя ключами. Как вы видите на картинке, исходный текст, шифрование, расшифрование и шифрование, используя ключи АК1, АК2 и АК1. На выходе получают зашифрованный текст. В этом случае выполняется последовательность зашифрования, расшифрования, зашифрования и ДИИ. От английского Encrypt, Descript, Encrypt. Этот процесс можно символически представлять следующим образом, как показано на самой формуле. Отправитель сначала шифрует сообщение первым ключом, затем расшифровывает вторым и, наконец, окончательно шифрует первым. Получатель сначала расшифровывает первым ключом, затем шифрует вторым и снова расшифровывает первым. При этом длина ключа увеличивается вдвое и составляет 112 битов. В качестве более надежной альтернативы предлагается метод трехкратного шифрования, использующий три разных ключа на каждом из этапов свой. Общая длина ключа в таком методе возрастает 112 плюс 56, равное 168. Но хранение нескольких сотен бит общей не является проблемой. Алгоритм Риндалл. Разработан бельгийским специалистами Джон Деймон Протон Орлд Интернешнл и Винсент Реймон. Этот шифр победил в проведенном Национальным институтом стандартов и технике США в конкурсе на знания IS Advanced Encryption Standard. И в 2001 году был принят в качестве нового американского стандарта. Алгоритм Рейндалл достаточно сложен для описания, поэтому рассмотрим только основные аспекты построения и особенности использования шифра. Шифр Рейндалл АЭС. Это и есть рекомендуемый стандартом. Характеризуется размером блока 128 битов, длиной ключа 128, 192 или 256 бит и количеством раундов 10, 12 или 14, в зависимости от длины ключа. В принципе, структуру Рейндалл можно приспособить к любым размерам блока и ключа, кратным 32, а также изменить числа раундов. В отличие от шифров, предлагаемых в ДЭС и ГОСТ 28147-89, в основе Рейндалл не лежит сеть фейштеля. Основа Рейндалл составляет так называемые линейно-подстановочные преобразования. Блок данных, обрабатываемый с использованием Рейндалл, делится на массивы байтов и каждая операция шифрования является байт-ориентированной. Каждый раунд состоит из трех различных обратимых преобразований, называемых слоями. Эти слои следующие. Нелинейный слой. На этом слое выполняется замена байтов. Слой реализован с помощью S-блоков, имеющих оптимальную нелинейность и предотвращает возможность использования дифференцированного, линейного и других современных методов криптоанализа. Линейный перемешивающий слой гарантирует высокую степень взаимопроникновения символов блока для маскировки статистических связей. На этом слое в прямоугольном массиве байтов выполняется сдвиг строк массива и перестановки столбцов. Слой сложения по модуле 2 спорта ученый выполняет непосредственно шифрование. Шифр начинается и заканчивается сложением с ключом. Это позволяет закрыть вход первого раунда при атаке по известному тексту и сделать криптографически значимым результат последнего раунда. В алгоритме широко используются табличные вычисления, причем все необходимые таблицы задаются константно, то есть не зависит ни от ключа, ни от данных. Необходимо отметить, что в отличие от шифров, построенных по сети, фиштеля, в Рейндл функции шифрования и расшифрования различны. Алгоритм Рейндл хорошо выполняется как в программной, так и в аппаратной реализации. Рейндл имеет небольшие требования к памяти, что делает его пригодным для систем с ограниченными ресурсами. Надежное шифрование алгоритма Рейндл очень высоко оценивается специалистами. Режимы работы блочных алгоритмов Блочные шифры могут использоваться для выполнения различных задач, поэтому для любого симметричного блочного алгоритма шифрования определенно несколько режимов его применения. Каждый из режимов имеет свои особенности и сферы применения. Пусть имеется некоторый блочный шифр, который выполняет преобразование их исходного блока данных Х с помощью ключа К, зашифрованный блок У равный Ф от ХК. Рассмотрим некоторые возможные режимы выполнения преобразования Ф. Простейшим режимом является режим простой блочной замены. Специалистами этот режим называется ESB – Electronic Code Book, что приводит как электронная кодовая книга. В этом режиме каждый блок исходных данных шифруется, независимо от остальных блоков с применением одного и того же ключа шифрования. Есть ли сообщение длиннее, чем длина блока соответствующего? В целом режим ESB рекомендуется использовать для передачи одиночных коротких сообщений, например, криптографического ключа. Для устранения недостатков ESB при передаче нескольких блоков данных может использоваться в режиме SPS – Hyperblock Chaining. Режим сцепления блоков – шифра. Преобразование в режиме SPS выполняется следующим образом. Каждый блок открытого текста складывается по модулю 2 с результатом шифрования предыдущего блока. Таким образом, результаты шифрования предыдущих блоков влияют на шифрование следующих блоков. Математические операции шифрования в режиме SPS описываются следующей формулой. То есть перед шифрованием очередного блока над открытым текстом и результатом шифрования предыдущего блока выполняется операция «Сумма по модулю 2». Когда блок открытого текста зашифрован, он сохраняется в памяти шифрующегося устройства, например, в регистре «Обратная связь». Перед шифрованием следующего блока данных он подвергался операции «Сумма по модулю 2» вместе с регистром обратной связи и только после этого шифруется. Полученный зашифрованный блок снова сохраняется в регистре обратной связи и используется при шифровании следующего блока «Входных данных» и так далее. До конца сообщения блок Y0 должен быть сформирован перед шифрованием первого блока «Исходных данных». Он называется вектором «Инициализация» и используется для сложения по модулю 2 с первым блоком «Входных данных». В результате использования обратной связи шифрование каждого блока зависит от всех предыдущих блоков. Шифрованное сообщение можно расшифровывать следующим образом, как видно, формула ниже. Где для всех «И» от 1 до «Н». Блок шифротекста сначала сохраняется в регистре обратной связи, а затем расшифровывается, как обычно. Далее расшифровывается следующий блок и подвергается операции «Сумма по модулю 2» с регистром обратной связи. И так выполняется до конца сообщения. Даже если все блоки исходных данных «X» и «Т» идентичны, шифротекст будет состоять из различных блоков «Y». Этот режим предпочтителен при шифровании сообщений, размер которых превышает размер блока. Однако два одинаковых сообщения будут шифроваться одинаково для того, чтобы этого избежать. Необходимо использовать разные векторы инициализации при каждом шифровании. Векторы инициализации необходимы также для шифрования данных, поэтому их нужно или пересылать адресату вместе с зашифрованным сообщением, или договориться о каких-либо совместном формировании всех дослучайных векторов инициализации. Расшифровывать сообщения, зашифрованные в режиме «СБС», можно только последовательно, начиная с первого блока. Итак, дорогие студенты, как Вы прослушаете лекцию, ответьте, пожалуйста, на вопросы, указанные ниже. Спасибо за внимание.